Итак, с 1 января 2017 года неплательщиков налога на имущество будут наказывать штрафом. То есть, если вы не сообщили в налоговый орган, что у вас в собственности имеется имущество, земельный участок или транспорт, придется заплатить штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налогов. Регистрировать недвижимость можно будет теперь в любом офисе приема документов. То есть, если рязанец купил квартиру, скажем, в Сочи, ему не обязательно ехать за 3-9 земель, чтобы оформить право собственности. Сделать это можно в любом МФЦ. Коллекторов накажут за плохое поведение. С 2017 года организации, которые смогут взимать долги из граждан, станет меньше. В России создадут реестр, войти в который смогут не все коллекторские агентства. Парковочное место можно будет купить в ипотеку. Оформить их в собственность можно будет уже с 1 января и обозначать краской, наклейками или другими способами. А подать в суд можно будет онлайн. Все, что требуется от гражданина, заполнить форму, которая будет находиться на официальном сайте суда в интернете и закрепить документ электронной подписью. Больничные листы станут электронными. Внедрение системы электронных больничных не только сократит количество бумажных документов и расходы на производство бланков, но и позволит полностью исключить из оборота поддельные больничные листы. Предполагается, что электронный листок нетрудоспособности будет заполняться в медицинском учреждении. Далее информация будет храниться в единой базе ФСС, воспользоваться которой смогут как работники, так и работодатели. А сами пациенты смогут избежать бесконечных походов в больницу и стояния в очередях. Пенсионный возраст у муниципальных и госслужащих увеличится. Его увеличение становится в 2026 и 2032 году, то есть когда женщины будут уходить на пенсию в 63 года, а мужчины в 65 лет. Индустрия торговли и услуг на пороге кардинальных перемен. С 1 февраля 2017 года традиционный кассовый чек официально переходит в форму обязательных электронных данных. Они будут храниться у оператора фискальных данных и налоговой службы. Покупатель сможет проверить чек на легальность. Летом Госдума приняла поправки в закон об ОСАГО, согласно которым с 1 января 2017 года все страховые компании будут обязаны оформлять электронные полисы ОСАГО. В том случае, если компания не обеспечит возможность оформить полис ОСАГО в режиме онлайн, ее ждет штраф в 300 тысяч рублей. Новые законы ждут иммигрантов. С 1 января вводится госпошлина за получение документа с оценкой знаний русского языка и истории России. Данная норма распространяется на иностранцев, прибывших в РФ с целью поиска работы. Причина введения госпошлины – это большой поток мигрантов из стран ближнего зарубежья, которые нужно строго контролировать, и поиск дополнительных источников денежных средств.